всем привет сегодня мы с вами сделаем шпроты вот из этой рыбки поступило несколько мне заявок на шпроты я говорю да вроде вот столько много показывают но вот сделайте вот как у вас получится и попробуйте вкусно это или невкусно шпроты мы раньше всегда делали из мойвы но это очень жирная рыбка для нас как как-то желудки не очень стали ее принимать келька слишком маленькая хотя она лежит такая красивая вот хотела будут кильку конечно взять но сделаем из салаки вот здесь я вам значит здесь килограмм взяла ровно килограмм салаки уберу головы кишки и снова взвешу посмотрю сколько какое количество будет для этого нам потребуется 50 миллилитров масла растительного и 6 пакетиков чая я сейчас заварю кипятком заварка заварка нам нужна для того чтобы рыбка приобрела у красивый цвет ну и не развалилась она как крепость дает все больше ничего посолим поперчим и в мультиварку на два часа наверное на тушение посмотрим может прибавим но сначала поставлю на два часа сейчас я сделаю грязную рыбу грязную работу за экраном чтобы это не смотрели отрежу головы и уберу кишки очистила я рыбу по весу осталось 650 грамм забыла я в самом начале сказать что сюда еще нужен лук две больших крупных таких луковицы я порезала я в рыбе вообще везде люблю очень лука вот в этом сочетании прямо очень очень люблю еще сильно лук люблю в этих в куриных потрошках тоже должен как-то сделать все идем чай у меня заварился идем к мультиварке уложим туда и включим так укладываем рыбку я кстати мультиварки никогда не варил мы примерно в такой же кастрюльки всегда варила так что ничего тут особенного нет единственное в кастрюле постоянно подходишь то прибавишь у газ то убавишь газ то немножко водички подольешь она выкипает а здесь красота будет даже не сомневаюсь нисколько посолим поперчим так все рыбка у нас уложена наливаем растительное масло у меня здесь 50 миллилитров и выливаем чай все ставим на тушение на два часа так готова наша рыбка вот открыла пар идет еще поварилась потушилась на режиме тушения видите вся вода осталась маслечко все тут осталось ну давайте попробуем лучок это у меня самое вкуснятина три штучки положила сейчас мы с вами это все попробуем как она варилась так ну давайте попробуем попробуем я делала в мультиварке в анапе скумбрию мне не понравилось кости остались жесткие а вот мойву я делала когда-то ну просто на обычной плите нам очень нравилось они сильно получались как шпроты прямый вкус как шпроты мне кажется в шпроту в основном мойву-то и кладут да наверное кильку да мойву а тут салака какие косточки так мне больше хочется попробовать косточки как в консерве разварились вот они чувствуются но они очень мягкие так вот это сейчас самый крупный тут все-таки маленькая рыбинка я конечно сделаю вот так хочу просто вот кость достать вот именно кость скажет ну что попало делает ведь вот она вот как вот консерв мы покупаем там мы вроде кости видим но она мягкая и здесь тоже мягкая о ребята я рыбу обожаю я настолько люблю рыбу мне кажется она в любом виде мне вкусная но кости разварились все полностью разварились ой я же поставила тушение на 2 часа и потом добавила еще 30 минут просто так посмотрела по этому вилочка так попробовала и даже вот это вот как будто немножко казалось мне жестковато я даже ни кости ничего не проверила просто ну посмотрела мне показалось что еще надо полчаса то есть 2,5 часа тушилось 2,5 часа тушилось и все полностью протушилось хоть и рыбинки крупные очень вкусно а если кто любит моеву а таких мне кажется найдется очень много людей берите моеву моеву вот в этом вот сочетании по этому рецепту обалденная рыба вот нам немножко она что-то стала напрягать она жирноватая и просто мы стали чувствовать наш желудок стал чувствовать ее поэтому мы перестали ее просто покупать берем вот кильку салаку путасу вот такую камбалу которая менее жирная а вы берите если кому нормально то можно и моему вот кстати топленое масло я все стремилась к топленому маслу и тоже вот взяла небольшую порцию вот пожарила просто себе два яйца мне это масло отрыгалось потом весь вечер вот я сливочное масло вообще мало ем может быть ильгизу может и ничего будет вот но мне масло как таковой вот я сало хорошо переношу вот свиное сало я теперь не буду выбрасывать мы вот скоро поедем опять за упаковкой я теперь буду перетапливать и буду на этом сале готовить питание я вот хочу от растительного масла как-то отойти оставить только для салатов его где-то куда-то добавить ну вот готовить на нем я может быть вот хочу хотела попробовать на топленом но вот что-то не пошло или такое масло мне продали но даже не знаю ну вроде пахнет маслом нормально все но матрышка вот этого масла я сливочное масло точно так же я его не могу есть у меня организм не переносит много сливочного масла даже немного вообще я его редко ем очень редко отопленный вообще сразу не то а вот сало ем сало ем вот 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 и говорят на вкус и цвет товарища нет тут даже организм сам подсказывает что ему надо что нет я сало спокойно ем хотя вот одно время мы тоже очень долго мы лет 7-8 наверное не ели сало а сейчас прямо за милую душу за милую душу все проходит на ура ну все ребята спасибо что в очередной раз были со мной посмотрели послушали пообщались со мной заходите на мой канал подписывайтесь я всем всем рада всем здоровья всем прекрасного настроения и пока-пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч